...вот эти границы приблизить, я не могу. Вот это тот самый случай, который у вас соответствует трехзлочной логике. Вот это вот границное отрицание, вот это вот минус А, вот если это ответит А, то вот это вот, то вот если вот это А, то вот это у вас минус А, а вот это у вас вот такое НЕА, в том, что вы рассказывали. И эти вещи я могу анализировать. Есть пересечения в том, что это положение обожает. Не нужно. Почему не нужно? Потому что там пересечения, а что там? А, я наоборот, извиняюсь, да, я вот так вот, вот так вот, вот так вот, я просто слышал, вот сюда. Я это все могу не разливать, а вообще, ну, просто как-то не было, тресток, напрямую. Вот, допустим, огромная система. Сюда я отобразил все высказывания, допустим. Мне не нужна уже трёхзначная работа. Если мы имеем в виду, что, скажем так, когда мы говорим, что в каждой точке есть двузначная работа, хотя здесь тоже не обязательно, но в принципе в данных осуждениях да. То есть в каждой точке структуры она либо свойствами обладает, либо не обладает. Потом мы берём совокупность вот таких вот атомарных формул. Она уже там может быть. Она появляется, становится недвузначной за счёт совокупности. За счёт того, что мы осматриваем эту совокупность. Либо она является, как элементом ультрафильтра, либо всем множеством, либо не является. И тогда появляются отличные подмозки. Для каждого элемента множника, как оценка атомарной, эта формула отделимый, да, она двузначная, но, правда, есть варианты, когда и отделимая. Века нацепы неоптики, понимаете, у тебя сейчас послушают и думают, что, может быть, все-таки есть такая теорема, и это очень хорошо было, эта теорема была, безусловно, достоянием уже, так сказать, и философии с одной стороны, и математики, уже математики обычной с другой стороны, то есть, что все такие конструкции имеют изомовшенное представление в виде однозначной конструкции. Подумайте, это будет просто хорошая теорема. Я сказал, что не все такие конструкции имеют изомовшенное представление в виде однозначной конструкции. То есть, там уже бесконечно много. Я думал, там же отделимые оценки в точке. Вот что такое неотделимая оценка, бывает она такая. Ну, говорят, что бывает, но это надо рассматривать какие-то условия. Я думаю, что, Владимир Владимирович, я имею в виду некоторый перевод языка в метаязык, скорее. Что есть двузначный, двузначный уровень в метаязыка. Ну, это да. То есть, в нашем непосредственном условии... Теорема всегда формулируется в метре языке, где истинный раз. Не может быть теоремой с результатом. Владимир Владимирович, он замечательную фразу сказал. Значит, если это действительно так, то тогда для чего нужны многозначные логики? Если в них нельзя сформировать теоремы. Мне кажется, что смысл, смысл введения многозначной логики как раз в том, чтобы строить теорему, которая дает возможность... Правильно. Она неизвестна. Многозначные логики не являются логиками, они являются... Объект биологических конструкций. Нет, не скажи... Это вот моя депутация. Не скажи... Которую я прошу доказать. Потому что, вообще говоря, это не очевидно. Включите в свое рассмотрение еще и не знаю. Если были бы возможны публикации насчет не знаю. Теорема доказана, теорема не доказана и теорему не знают. Не знаю. Если это можно публиковать в журнале... Нет, потому что теорема логикации дает...